Всем привет! Меня зовут Майя Луткова. Сегодня я в Пресненском районе Москвы. Приехала посмотреть новый прогрессивный ЖК бизнес-класса – Headliner. Почему я здесь? В одном из прошлых выпусков мы с вами побывали на престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards. Так вот, этот объект победил там в одной из номинаций – лучший креативный ход застройщика. И мне стало интересно увидеть вживую, что ж тут такого особенного. Разберемся, какие здесь есть плюсы и минусы, сколько стоят квартиры и вообще, можем ли мы почувствовать себя здесь как дома. Ну а вы для начала поставьте лайк мне для хорошего настроения. Ну что, погнали! Итак, мы в Пресненском районе Москвы. Буквально через дорогу от нас – Москва-сити. Здесь застройщик группы компании «Картрос» возводит новый жилой квартал Headliner. Он состоит из 11 корпусов разноэтажности – от 4 до 54 этажей. По сути, это первый в России комплекс жилых небоскребов бизнес-класса. Транспортная доступность здесь, прям как я люблю. В двух минутах – станция метро Шелепиха. Ну а те, кто передвигается на автомобилях, могут домчать сюда легко по трешке. Этот ЖК строится в три этапа. Первые три корпуса – Headliner, сданы в 2019 году. Остальные семь – вот прямо сейчас и возводятся. Мы можем наблюдать, как идет строительство. Конечно, сразу видно – дома, кирпич, монолит. Полностью ЖК Headliner будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Здесь у каждого корпуса свой архитектурный облик. Вот в рамках одного двора мы можем увидеть белые и желтые металлические панели. С другой стороны – такой фактурный кирпич. Не соскучишься. Вот видите эту решетку? За ней, на самом деле, спрятаны кондиционеры в специальных технических блоках. Знаете, в целом здесь все выглядит довольно симпатично. Приятное такое пространство с открытыми пролетами. Но все-таки хочется поподробнее узнать о концепции ЖК, правда же? Об этом нам сегодня расскажет Денис Житков. Знакомьтесь. Добрый день, всем привет. Рады вас видеть на нашем проекте. О, Денис – руководитель отдела продаж ЖК Headliner. Расскажи нам, пожалуйста, все-таки в чем особенность этого ЖК и отличие его от других подобных бизнес-классов. Первый главный момент – это уникальная локация. Подходит для всех, потому что здесь выезды на центральной магистрали Москвы. Здесь пешком можно дойти до Сити. Плюс метро МЦК-МЦД сел 40 минут в аэропорте, улетел в Италию, там зелень, там, пожалуйста, все очень хорошо. Кто был последний раз в Италии? Напишите нам в комментариях. Прекрасно. А здесь, в этом ЖК, уже кто-то живет? Да, ну вот пример я. Я здесь работаю, здесь живу уже год. Прям в квартире своей? Прям в своей квартире. Прикольно. Уже год, как мы ввели в эксплуатацию, в первую очередь. А что лично тебе, как жильцу этого ЖК, нравится, может быть, что-то не очень пока нравится? Мне нравится все. Ну, я могу сказать, другое, да? Нет, ну интересно. Откровенно, что мне пока, может быть, не нравится, то, что, конечно, комплекс новый. Здесь еще пока нет инфраструктуры, которая должна быть. То есть, первый этаж – это коммерция у нас. Пока там тоже делают ремонт. У нас есть уже небольшое кафе, аптека. Хочешь, чтобы можно было выйти, вот тебе все под рукой, все рядом. Рядом детский садик, туда-туда я вожу ребенка. Ну, вот, наверное, так. Чуть побольше, побыстрее хочется, конечно, чтобы комплекс зажил полной жизнью, но нужно подождать немножко. Ну, да, так не бывает, что заезжаешь в строящийся, и уже раз такой гуляешь по променаду. А вот как выглядит центральный вход первого и второго корпусов. Двухэтажный подъезд, вы представляете? Даже с личной кафешкой. Из центрального входа мы с вами попадаем в уютный закрытый внутренний двор без машин. Здесь уже есть клумбочки, а еще, конечно же, детские спортивные площадки с таким резиновым покрытием. Что интересно, качели привезли из Дании. Такие закрытые внутренние дворики есть у каждого корпуса, и их подняли на высоту этажа. В подъезд здесь просто так пройти не получится. Нужно прикладывать специальный бейдж к домофону. Дверь открыта. Попадаем во входную группу. Как здесь приятно! Так светло! Панорамные окна в пол. Смотрите, как хорошо! Безбарьерная среда, нет никаких ступенек. С сумками не надо шагать, колясочку легко закатываешь. Для нее даже есть специальная комната. Посмотрите, как много жильцы здесь оставляют велосипедов, самокатов и даже вон баскетбольный мяч. Кто-то играет, значит, во внутреннем дворе. Также здесь есть вот такая небольшая зона для обсуждения новостей с соседями, если вдруг центральный вход вам не очень нравится. Конечно же, есть санузел на первом этаже. Это очень удобно, с ребенком не нужно подниматься в свою квартиру. Забежал по делам, пошел дальше гулять. Очень прикольный дизайнерский ход. Сделали электрический камин. Ну и дальше мы попадаем к почтовым ящикам. Выглядят они, конечно, очень стильно. Прямо зона для фотосессии. В этом подъезде четыре лифта. И на одном из них мы с вами поднимемся на 30 этаж в одну из квартир. Мы приехали на 30 этаж. Так выглядит лифтовый холл. Все довольно в светлых тонах, чистенько, приятно. Проходим вперед через вот такие прозрачные стеклянные двери. И попадаем в межквартирный холл. Вообще, в зависимости от корпуса, может быть на этаже разное количество квартир. Здесь шесть. В качестве акцента сделали такие деревянные двери в каждую квартиру. Красиво, правда? Давайте посмотрим одну из квартир этого ЖК. Ее владелец покупал с черновой отделкой и полностью сам делал ремонт. Что здесь получается? Вот такой небольшой коридорчик. Из него мы попадаем в приятный холл. Здесь есть одна полноценная спальня. И зона кухни, совмещенная с гостиной. Смотрите, как симпатично это все выглядит. Вообще прикольно. В целом, в этом ЖК примерно 80 разных видов планировок и несколько разных видов отделок. Есть квартиры и без отделки. Так что по конкретно этому дизайну судить мы не можем, потому что это личный вкус хозяина данной квартиры. Но в целом прикольно выглядит. Сразу чувствуется, что потолки больше трех метров. Очень большие окна с видом просто потрясным на весь город. Здесь и Москва-сити. И, конечно, некоторыми людьми нелюбимая трешка, но отсюда она выглядит просто восхитительно. Мне очень нравится. Вот знаете, главный прикол. Эти корпуса довольно узкие. И что это дает? Большое количество окон, в том числе на кухне. Ну, кто может похвастаться окном на кухне? Не каждый, пожалуй. И видом сразу на несколько сторон. Переходим в будущую спальню и можем любоваться Москвой-рекой. Ну, просто круто. Вот там через дорогу продаются апартаменты, как и в целом во многих высотках этого района. А здесь же как хедлайнер именно квартиры. То есть там прописаться нельзя, в садик ребенка оформить нельзя, получить всякие выплаты нельзя. А здесь можно получить московскую прописку. В целом в ЖК-хедлайнер больше трех тысяч квартир. И с балконами, и с открывающимися окнами, ну, до 20 этажа. Выше уже по техническим соображениям этого делать нельзя, только форточки есть. В целом квартирка очень клевая. Мне нравится. Вот стоит она, конечно, 28-29 миллионов рублей. Мне лично нравится жить на высоких этажах. А вам? Пишите в комментариях. А сейчас, друзья, мой любимый момент. К нам подошла наша подписчица. Знакомьтесь, это Исли. Очень приятно. Здравствуйте всем. Исли здесь живет, увидела нас, потому что мы здесь снимаем, вышла за... Да, я узнала. Ну, поделитесь, пожалуйста, с нами честным своим мнением по поводу этого ЖК. Нравится вам, не нравится? Ну, вообще, мне очень нравится. Он такой модернизированный. Все по 21 веку. Мне очень нравится это. То, что он закрытый, да, это безопасность. То, что внутри есть парк. То, что вот для детей, вот садик, он скоро заработает. И тут площадка, да, ну, как бы, если семейные люди. Спасибо. А наш блог вам чем нравится? Мне он очень нравится тем, что я повышаю для себя свой уровень нормальности, да. То, что есть, в принципе, квартира за 300 миллионов, то, что есть пентхаусы, то, что есть дома на Рублевке. Да, вы об этом и во всем рассказываете. Я думаю, блин, круто. А я же тоже могу это купить. Есть к чему стремиться. Не сейчас, но да, но есть к чему стремиться. Поэтому меня он очень вдохновляет. Спасибо вам за эту работу. Спасибо, Исли, большое, что подошли к нам. Нам всегда очень приятно пообщаться. Да, я рада, что осталась сегодня на дистанционке дома и вот вышла за кофе. У нас, кстати, внизу кофейня, это тоже огромный плюс. Вот, поэтому вот встретила вас, очень рада. Я тоже очень рада. Хорошего дня. Спасибо. На лифте мы спустились в подземный паркинг. Он двухуровневый. Цены варьируются от 2 миллионов 700 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Представляете, в зависимости от места. Денис, расскажи нам, пожалуйста, актуальную информацию по ценам. Сколько стоит сейчас самая дешевая квартира, сколько самая дорогая? Ну, здесь, наверное, нужно ранжировать немножко по очередям. То, что с данной очередь первая у нас введена. К сплату там 10-15 квартир осталось. Самая такая бюджетная будет стоить 27-29 миллионов рублей. Это сколько квадратов? Это 82 метра квадратов. А, нормально. Если говорить о таких самых интересных флотах, самых дорогих, из тех, что в продаже, не те, которые мы в резерве еще пока держим для тех, кто захочет индивидуальную совершенно себе квартиру. Так вот, здесь, наверное, нужно говорить о ценах 47-48 миллионов рублей за 100-метровую такую интересную панорамную квартиру с хорошим видом. Ну, цены вполне себе, конечно. А сколько же стоит, будет стоить или уже стоит коммуналка? Коммуналка, могу сказать, как жители, опять же, этого дома. 78 рублей плюс 6 рублей за охрану мы отдаем. Итого 84 рубля. За квадрат? Тепло, да, вода, тепло. Это уже отдельно, конечно. Какие-то сказочные цены вот каждый раз нам озвучивают. Вообще. Можно показать квитанцию. Надо сказать, что комплекс признан самым инвестиционно привлекателем. В Москве мы получили премию отдельно. О, ну поздравляю. И уже не поздно, пока это еще не поздно, вложиться в комплекс. Потому что здесь две составляющие. Первый рост цены. Это все-таки проект, центральный проект Большого Сити. Здесь будет гораздо больше интересных инструктурных объектов, новых домов, новых проектов. По этим ценник здесь будет только расти. И сейчас вот в пятом корпусе нашим новом еще можно купить квартиру с ценой метра, прости господи, 250 тысяч рублей за метр. Таких цен вы внутри... Трешки. Ну, рядом с трешкой. Слава рядом с трешкой. Ну, правда, не найдете. Ну что, друзья, пришло время сделать вывод. Судя по тем лицам, которые я встречаю в холлах, внутренних дворах этого ЖК, уже можно сделать вывод, что жить здесь довольно приятно. Ну, я думаю, вы слышали в течение выпуска, как кто-нибудь вечно сверлит на заднем плане. Здесь вовсю идет стройка. И поэтому прям вот полностью, на сто процентов ощутить все прелести этого ЖК пока невозможно. Но я бы с удовольствием вернулась сюда года через три, когда будут сданы все корпуса, чтобы вот прям полностью ощутить себя здесь, как дома. Да, конечно, многих может смущать наличие третьего транспортного кольца поблизости, но с противоположной стороны жилого комплекса Шелепихинская набережная Москвы-реки, которая скоро будет благоустроена городом. А еще магазины, фитнес-клубы, школы, в общем, все, что нужно нам для жизни. Ну, а что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях, я обязательно все почитаю, отвечу вам на комменты, поставлю лайки. А также вы тоже, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Мне очень важно знать, что я тружусь не впустую. И подпишитесь на этот канал, те, кто этого еще не сделал. А еще у нас прекрасная новость. Ютуб-канал Я Дома достиг 100 тысяч подписчиков. Ура, у нас уже серебряная кнопка Ютуба. Спасибо большое, что вы с нами. Я, правда, вот прям супер благодарна, лучи добра вам шлю. Увидимся на следующей неделе. Меня, как всегда, зовут Майя Луткова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok